Добрый день любители радиоуправляемых моделей. Наконец-то погода нам благоволит и мы вышли облетать наши новые модели. Сегодня испытываем P2 самолет новой сборки. Летать, правда, будем с двухлопастными винтами, не с копийными и без скоков. Но на облет это нормально. Как придут копийные винты, так сразу конечно же их установим. Кроме того, сегодня летать будем на лыжах. Сделали новые лыжи для наших моделей. В скором времени по этим лыжам сделаем отдельный видео урок и они появятся у нас в интернет-магазине. Можете заказать и оснастить свои модели вот таким зимним шасси. Но сегодня проверяем, как ведут себя лыжи на Насте. Сразу говорю, они не переназначены для рыхлого снега. Посмотрим, на что способен наш новый P2, как он полетит, как будет вести себя в воздухе. И если все нормально, если модель действительно хорошо летает, официально объявляем о выходе конструктора самолета P2. Ну что ж, не будем тянуть время. Поехали. Уже традиционно перед взлетом проверяем управление. Рули и высоты работают адекватно. Элероны тоже. Управление по курсу разнотягом. Движки стартуют в правильной последовательности. Ну а для начала разведаем взлетную полосу, снежную обстановку. Посмотрим, как держит нас эту модель. На первый взгляд все отлично. Управление разнотягом, как видите, прекрасно работает и без рулей направления. Самолет рулится очень активно. Это я сейчас езжу на Малом Газе. Ну все отлично. Обстановка сегодня высший класс. Ну что ж, взлетаем. Еще раз все проверки. Запускаем двигатели и пошли потихоньку на взлет. Самолет оторвался и уверенно пошел вверх. Резких движений пока стараюсь не делать. Все-таки это первый полет. Первые испытания. Чувствуется, что в модели нужно тримирование. Но он летит, ребята. Отлично летит. Более передняя центровка, кстати, сказывается. Требует поднять руль высоты. Сейчас я его оттримирую и тогда уже буду снижаться. Пока лучше, конечно, держать высоту. Красиво, красиво смотрится. Да, отлично идет. Бомбы сегодня сбрасывать не будем. Влазить в снег не охота. Да. Как-нибудь поднимем его летом и уже тогда испытаем весь его боевой запас. Да, сейчас, конечно, в снег, в поле не уйдешь. Но вот он наш П-2 на крыле, в небе. Конечно, это бомбардировщик, это не истребитель. Быстро он не разворачивается. Нужны достаточно плавные растянутые виражи. И летают, на удивление, медленно. Пожалуй, даже газку маленько прибавлю. В принципе, в воздухе держаться ему хватает 60-70% газа. Но для активного полета лучше, конечно, газку держать повыше уровень. Сегодня, конечно, еще лыжи не убранные тоже добавляют сопротивление. Так, по идее, модель должна бы пошустрее летать. Ну, это первый полет с нестандартным шасси. И все просто замечательно. Место для полета сегодня у нас не позволяет пройти рядом с собой. Слева рядом кромка леса, за спиной дорога. Поэтому летаю пока в безопасной зоне. Не очень близко. Но зато гарантированно успею модель отвезти в сторону в случае каких-то нештатных ситуаций. Ну, что можно сказать? Это успех. Успешный проект. Успешный самолет. Сейчас попробую пониже развернуться. Вот он. На бреющем. Отработку бобовитания с фикирования сегодня тоже пока проводить не будем. Просто походим к Ругане. Ну, все отлично. Самолет летает. Ну, пять минут мы в воздухе уже провели. Таймер рассчитывает последние секунды. Значит, будем потихоньку заходить на посадку. Это не бомбардировщик. Пилотаж на нем крутить не надо. Вот такие вот плавные, спокойные полеты. Это как раз его стихия. Сейчас отойду подальше. Ну, что, друзья. Испытали мы наш P2 новый. Модель, как видите, полетела. Летает спокойно. Я, честно говоря, даже не ожидал. Думал, будет шустрее. В воздухе держится нормально. Хотя, конечно, не пилотажка. И на резкие маневры эта модель вряд не способна. Но мощности моторов ей хватает. Скорость вполне комфортная. И я считаю, что модель сама по себе удалась. Единственный момент, конечно, нужно постоянно держать скорость. Модель новой от нее еще не приноровился. Рановато сбросил газ. Поэтому посадка получилась несколько жестковатая. И такое испытание лыжи не выдержали. Сломался пластик. Модель, конечно же, кувыркнулась из-за этого. Но сама по себе конструкция лыж довольно-таки удачная, на мой взгляд, тоже. Взлет получается отлично. Посадка, ну, если помягче, выполнять ее, конечно, тоже должна получиться. Ну, и двухмиллиметровый пластик. Все-таки для лыж, я думаю, он слабоват. Надо было попробовать следующий экземпляр лыж сделать из трешки. И оклеить его какой-нибудь пленочкой. Ну, а сама модель, как по мне, получилась очень удачной. Центровка несколько передняя, поэтому пришлось довольно сильно поднимать руль высоты. И на посадке скорость держать тоже из-за этого же приходится, скорее всего. Так что можно будет немножко поиграться с расположением аккумулятора. Ну, а на сегодня все. Если вас заинтересовала эта модель, если вам понравились наши испытательные полеты, пускай с не самой удачной посадкой. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. И ждем наших новых выходов на природу и наших новых полетушек. До новых встреч. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому. Увидимся. До свидания.